Поединку просил и пиджаму сделал, сколько точек поставил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Представленный бойцовский клуб... Штормпайк Ти... Город Омск, Россия... Александр Паналян! Большое спасибо! Продолжение следует... Артём Подмарёв... Александр Подмарёв, извините, против Артёма Кузьмина. И Подмарёв сразу же идёт вперёд. Правый оверхенд... Более массивным выглядит Подмарёв, левый боковой. Левый плотный удар, ещё справа встречает Подмарёв Кузьмина. Левый добавляет, но до цели этот удар не дошёл. И снова справа слева хорошая двойка, чуть-чуть казалось пошатнула Кузьмина. Очень жёсткие удары у Александра Подмарёва. И такое ощущение, что бой не продлится долго. Все бояцы из Ростова-на-Дону будут так принимать открытые удары на себя. И сам тоже отвечает здорово слева. Локоть навстречу. Всполнение Александра Подмарёва немного до цели дошёл этот удар. Если бы дошёл, могло быть очень неприятно и грустно, конечно, для соперника. Прямо навстречу. Задумка была хорошая, но исполнение не получилось до конца. Очень заряженным выглядит Александр Подмарёв. Такое ощущение, что просто хочет он быстрее завершить этот бой. Как бы всем своим видом показывая и протестуя. Посмотрите, правый локоть навстречу, левый боковой. Протестуя, что парень, не проведший ни одного боя, дерётся с ним в полуфинале. В рамках гран-при, естественно. Аперток очень серьёзно от Кузьмина. Ещё принимает Подмарёв и сам отвечает. Левый. Хороший. Хороший. Ещё один удар слева от Подмарёва. Сам, сам также. Артём Клоу. Левый боковой. Подбородок. Держит пока Артём Кузьмин эти удары. Вот такое ощущение, что лучше. Ещё слева. Чуть бросил в сторону Кузьмина. Посмотрите, ноги уже заплетаются у Артёма Кузьмина. Много ударов он уже принял. И сам при этом также периодически доносит свои атаки до цели. Доводит. Попытка перейти от Кузьмина. И тщетная она оказалась на выходе. Не смог попасть Подмарёв по сопернику. Уверенно отзащищался Александр Подмарёв. От этой попытки прохода в ноги. Левый боковой. Снова в цель доносит Александр ещё. Несколько боковых ударов. Попытался своеобразную атаку провести Подмарёв. То ли флайни. И мы видим, что регулярно эти локти, особенно справа, выбрасывает Александр Подмарёв навстречу. Пока не доходят они до цели. Попытался. Всё хорошо. Всё хорошо. Всё хорошо. Двойка от Артёма Кузьмина. Огрызается. Боец из Санкт-Петербурга. Из Ростова-на-Дуни. Видите? Огрызает тоже. Слева пропускает. И справа. Ещё два удара. Очень плотные удары. Хайкик буквально вводит из стороны в сторону Артёма Кузьмина. Кузьмина. Выживает. Ростовский боец. И снова смело запускает. Раз за разом. Такие плохие удары наносит Александр Подмарёв. И сам тоже он изрядно уже поднахватался. Ещё один левый боковой. Ещё туда же. Сколько же ударов способен выдержать Артём Кузьмин. Ещё два джеба. С левой передней руки Александра Подмарёва. С двигаться. С двигаться. С двигаться. С двигаться. Левая стреляет постоянно. Снимаем. Такое ощущение, что Александр просто сам удивляется. Столько. Оу. Правый боковой удар. Попытка. Оба удара мимо цели прошли. Мы видим, что ещё находится в сознании, так сказать. И в состоянии даже огрызаться Артём Кузьмин. Посмотрите, какой обмен ударами. Это да. Оу. Вот это да. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Вот это нокаут. Ничего себе, что творится. Вот это псцц. Хотя ещё нет. Александр Подмарёв. Что же, что же происходит. Это да. Посмотрите, что происходит с Александром Подмарёвым. Вот это неожиданно. Было уже списали мы Артема Кузьмина со счетов. И что же творит он? Казалось, что уже нокаут, нокаут. Исполнение сначала Подмарева. Посмотрите, повторы. Ты представляешь, Алфаврек, какое сейчас психологическое преимущество получит Артем Кузьмин? Несомненно, этот парень вызывает уважение. Впрочем, так, как и все. И вот, вот она атака Артема Кузьмина. Здесь немного не хватило удачи бойцу из Ростова-на-Дону. Да, все-таки Подмарев продолжал двигаться, а он находился в сознании, поэтому, а что-то, что я не стал в бой останавливать. Вот тот самый удар, височную часть, затылочную даже. В какой-то степени потряс, потряс этим ударом Артем Кузьмин, своего соперника. И что же теперь будет? Представляете, что нас ждет во втором раунде? Заряжены оба бойца, и действительно, Артем Кузьмин получает определенное психологическое преимущество после концовки в предыдущем раунде. Уже не так уверен в себе Подмарев. Пропускает он джебу, но и сам слева, как всегда, отвечает очень опасно. Пошел раз, и вот это да! Обоюдные попадания! Что на размен! Вот это да! Артем Кузьмин идет вперед! Достойнейший поединок любого крупнейшего промоушена. Что на размен! Вот это да! Снова, снова и снова слева попадает Александр Подмарев. И сейчас полностью, практически, выдохся. Боец из клуба Шторм. Ну и Артема Кузьмина. Силы не бесконечные. Обессилены, конечно, спортсмены. Но надо продолжать драться. Еще больше половины поединка впереди. Конечно, если этот бой продлится. Именно отведенное на него все время. Очередной обмен на средней дистанции. Конечно же, ударов не хватает. Той жесткости, что была в начале. Но бойцы отрабатывают по-честному в этом поединке. И зал буквально взрывается. Поддержки. Здесь в этой паре нет местных спортсменов. Но оба бойца вызывают уважение нереальное. И очередной обмен ударами идет вперед Артем Кузьмин. Вот это да! Что за бой мы смотрим? Здесь и удары уже не успеваешь комментировать. Каждое техническое действие, исполнение одного или другого спортсмена. Просто хочется восхищаться тем, что мы сейчас наблюдаем. Мужеством, силой воли обоих атлетов. Хорошее колено от Александра Подмарева. Чья челюсть окажется прочнее. И чьи морально-волевые качества преобладают. И справа в разрез попадает Александр Подмарев. Артем Кузьмин идет вперед. Ему хоть бы что. Он выдерживал и более сильные удары в первом раунде. И вот идет вперед. Посмотрите уже, не думая о технике, лишь бы донести эти удары до цели. Артем Кузьмин пропускает навстречу и попадает сам. О, и сейчас пошатнуло Кузьмина. И сам справа попадает Кузьмин. Вот это бой. Что же происходит? Эти парни выдают нереальное зрелище. Казалось бы, вот еще одна двойка. Что может быть зрелищнее, чем те бои, которые мы увидели? Все-таки... Все-таки они бывают, да? Да. И локоть в исполнении Подмарева. Кузьмин отвечает. И Подмарева такую коронную левую отправляет снова в голову соперника. И закрывается практически левый боковой в исполнении Подмарева. Практически закрылся левый глаз у Александра. И навстречу посмотрите, как Артем Кузьмин работает. Из чего же сделаны эти парни? Что же они творят? Артем Кузьмин, дебютант лиги. Боец вышедший на замену. А сколько же он вписался в это гран-при? Справа пропускает Артем. Александр попадает. Минута до конца. Одна минута, даже меньше. Вот это да. Левый боковой в исполнении Александра Подмарева. Очередной обмен ударами под занавес этого раунда. Посмотрите, что творят бойцы. Невероятная сила духа у обоих спортсменов. 10 секунд до конца второго раунда у нас остается. Однозначно бой вечера мы с вами видим, уважаемые друзья. По крайней мере, из тех, что уже состоялись поединков. Хотелось бы мне посмотреть на тех, кто покажет еще более яркое зрелище. Что ж, очень интересно, как считают судьи, учитывая, что в первом раунде доминировал Александр Подмарев. Но под самый занавес он буквально чудом выжил и не оказался нокаутированным. Во втором раунде все было ровно. В общем, все на усмотрение судей. В общем, все на усмотрение судей. И так, последний заключительный раунд. Успели более или менее восстановиться спортсмены. Выглядят максимально свежо, насколько это возможно в данной ситуации после двух зубодробительных раундов. Обидно, конечно, будет и тому, и другому в случае поражения в данном противостоянии. Всего без остатка. Самих себя отдают они этому бою. Более техничным и собранным выглядел и выглядит Александр Подмарев. Но Артем Кузьмин также имел свои удачные моменты. Право теперь попадает Подмарев. Если вот первые два раунда он очень опасно слева бил, сейчас уже и справа начинает. Флайни получилось в исполнении Александра Подмарева. В корпус пришелся удар. Сам двойку пропускает Александр и возвращает. Один удар в ответной форме. Справа через руку, но он не лег этот удар плотно. Так же, как и этот. Левый боковой, правый, прямой. Результативная атака Александра Подмарева. В этом раунде Александр доминирует над своим соперником. Он больше ударов доносит до цели. И, конечно, учитывая то, как и первый складывался, большую часть Артему нужно работать. Искать в себе резервы. Джеб проходит у Подмарева. Левой на правой. Прямо под бородом, казалось бы. Удар справа и показывает Александр, что был тычок в глаз со стороны соперника. Но при этом боец из команды Шторм готов продолжить бой. Две минуты до конца этого байдинка остается. Третий раунд у нас получается более спокойным, чем предыдущие два. Но бойцы готовы. Готовы в любой момент взорваться и выдать нам заключительный спурт в этом бою. Очень нестандартная техника у Артема Кузьмина. За, казалось бы, такой очевидной корявостью он хорошо доносит свои удары до цели. И вот очень важный тейкдаун в исполнении Александра Подмарева. Решил поработать на очки и боец из Омска забрать концовку. Не позволил он сейчас себя сбросить, перевести и продолжает уже доминировать. Минуты чуть больше остается. Подмареву нужно просто набирать очки и спокойно доводить дело до победы. Потому что уже... И вот посмотрите, Артем Кузьмин уже проводит тейкдаун в ответной форме. Стоит. Но не смог он удержать своего соперника в партеле. Оуу! Но встречу! Два удара, еще два. Еще. И сам пропускает. Вынужден идти в ноги теперь подмарев. Удастся ли удержаться на ногах Кузьмину? 40 секунд, 35 секунд до конца этого боя Из последних сил Александр Подмарев пытается провести этот тейкдаун И удается ему это сделать, менее 30 секунд остается до конца Подмарев пытается доносить удары из позиции гарда Ну и это весомая заявка, конечно, для Александра Очень важный тейкдаун и в глазах судей И учитывая, что все-таки большую часть данного противостояния Он был более результативен Но посмотрим, посмотрим Очень близкий поединок В любом случае бой удался Поблагодарим бойцов за этот прекрасный поединок Артем Кузьмин, который вышел на замену Показал себя максимально хорошо Ну и, конечно, Александр Подмарев В очень яркой, зрелищной манере Присущей бойцам школы Шторм Выдал очередной яркий поединок Браво! КОНЕЦ Итак, уважаемые болельщики, все три судьи единогласно оценили этот поединок 28-29, и победу в этом бою одержит под ваши аплодисменты боец из Красноуна Александр Павлович! Ну и поздравляем, поздравляем Александра с этой победой. И действительно, все-таки этот результат справедлив, потому что в сумме сделал больше боец из Омска для того, чтобы добыть эту победу. И становится Александр первым финалистом Гран-при Беркут Янг Иглс в средней весовой категории.